Свою работу сердце человека начинает на четвертой неделе внутриутробного развития и не останавливается до самой смерти. За час оно делает более 4000 ударов и за этот же период перекачивает около 300 литров крови. Это самая выносливая мышца нашего организма. О благополучии и сердце поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня в зоне нашего внимания сердце и дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, аж сам главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача Самарского кардиодиспансера Дмитрий Дупляков. Здравствуйте. Добрый вечер. Статистика утверждает, что наибольшее количество сердечно-сосудистых заболеваний в тех странах, которые экономически более развиты. Вот мне показалось это парадоксом. Значит же там и лечить лучше умеют, и профилактика лучше должна быть. Почему так? Ну, действительно, статистика, она не врет. Дело в том, что чем больше уровень развития страны, чем он выше, тем, соответственно, меньше человек привержен здоровому образу жизни, к сожалению. Чудеса. Меньше двигается, меньше спит, меньше уделяет себе внимания, ест не то. Ну и так далее. Надо переезжать в Сибирь или куда-нибудь. Не обязательно в Сибирь, на острова. На острова, да. Ой, хорошая идея. Я не сказала, что мы работаем в прямом эфире, хотя вы это, конечно же, знаете. 202-11-22, можно позвонить в студию, задать вопросы, касающиеся сердечно-сосудистых заболеваний, касающиеся здоровья сердца, болезней системы кровообращения. Их вообще, я не знаю, кто-то считал, наверное, их много? Очень много, очень много. Они различные. Порядка, ну, какая там хотя бы примерно цифра не была? Ну, вот у нас есть номенклатура международная, и под кодом Ай идет от 0 до 99. А в каждом коде есть еще свои, под. Ага, ну тогда не будем про все говорить, давайте назовем лидеров. Лидеры, конечно же, это в первую очередь ишемический болезнь сердца, в связи с которым у людей потом развивается сердечная недостаточность. Целый ряд различных видов нарушений сердечного ритма. То есть вот это вот основные причины, то, с чем работают кардиологи и терапевты. Я читала ваше интервью с кольки-то летней давности. И вы там говорите о том, что уровень развития кардиологической службы в Самарской области без преувеличения один из лучших России. Несколько лет назад вы это сказали. Повторите ли вы это сегодня? Конечно же. Мы пытаемся, мы развиваемся, несмотря даже на пандемию, которая сейчас в течение прошлого года удалось сохранить полностью весь объем медицинской помощи, которая оказывается кардиологическим пациентам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже несмотря на то, что целый ряд больниц был перепрофилирован под работу с инфекциями в ковидные госпитали, оставшиеся взяли на себя весь тот объем помощи, который был необходим. А с этого года уже опять открылись и областная больница Середаевина, и пятая больница Тольятти, кардиологические отделения открылись, и коллеги опять вернулись в свою родную семью кардиологическую. Ну, а если говорить о какой-то структуре кардиослужбы, вот кардиодиспансер, лидер, он такой во главе стоит, да, или везет всех как тройка. А вообще она система вот по региону? Ну, мы можем выделить просто несколько учреждений, которые являются основными таким базином. Вы уже назвали кардиодиспансер, в том числе и методическое учреждение, которое курирует кардиологическую помощь в регионе. Ну, кроме этого, конечно же, клиники медуниверситета, областная больница в Тольятти, пятая и вторая больницы, кардиологические отделения в больнице Пирогова, Сызрань, центральная городская больница. И есть целый ряд отделений, Похвестнево-Сергиевск, Кинель-Черкассы, Кинель-Новокуйбышевск, где, соответственно, тоже оказывается помощь именно в кардиологических отделениях. То есть у нас, в принципе, нет таких районов, из которых ближайшие в какую-то точку не могут экстренно... Ну, наиболее проблемный район – это Сызрань, Сызранский район и Шигонский район, вот Октябрьск. То есть там нет центра, где выполняются инвазивные исследования, чрезкожно-коронарные вмешательства. Оттуда мы забираем пациентов либо в Тольятти, либо в Самару. Санавиацию приходится использовать? И санавиацию приходится использовать, и обычные машины скорой помощи, потому что это зачастую быстрее, чем санавиация. Вы сказали, что кардиологическая служба динамично развивается. Тогда, может быть, Вы могли бы рассказать о каких-то новых методах лечения оперативного? Ну, в частности, вот, может быть, какие-то операции, которые еще недавно казались чудом, и сегодня, пожалуйста, выполняются? Ну, у нас каждый год какие-то новые модификации оперативных вмешательств, и не только оперативных вмешательств. Мы стараемся лечить и без хирургических вмешательств. У нас появились новые лекарственные препараты для лечения пациентов с нарушениями холестеринного обмена. То есть это так называемые ингибиторы ПССК-9. Мы с осенью прошлого года стали использовать. Новые препараты появились для лечения хронической сердечной недостаточности с очень высокой эффективностью. Если говорить об, вот, делим неинвазивной кардиологии, инвазивной кардиологии, то есть то, что делается без разрезов, при помощи проколов сосудов. Появились новые методики диагностические, в том числе широко сейчас в области используется программа мультиспиральной компьютерной коронароангиографии. Звучит сложно, что это? То есть это мы смотрим, вот есть коронарографии, когда мы смотрим сосуды сердца, вводится туда контраст, а пациент должен, соответственно, находиться на госпитализации. Это инвазивная методика, он завозится в рентгеноперационную, смотрится, и, соответственно, более длительный период пребывания. А это неинвазивная методика, это компьютерная томография, это немножко другие пациенты, но это делается вот буквально там в течение 40 минут пациенту. То есть можно прийти и потом вернуться домой. Да, человек возвращается домой. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у всей моей семьи, ну почти у всей там 5 человек, членов семьи, имеются серьезные заболевания сердечные. В том числе и моя мама, и мой папа, вот меня очень как бы волнует вопрос какой-то наследственной предрасположенности. Пока у меня как бы нет никаких проблем, по крайней мере, я их не ощущаю. Вот скажите, пожалуйста, может быть, должны какие-то исследования проводить, и как часто, чтобы вот понять, что я могла какие-то наследственные заболевания перенять от них? Как это узнать? Да, спасибо за вопрос по скринингу, конечно же. Спасибо. Чудесный вопрос. Действительно, есть наследственные сердечно-сосудистые заболевания, и есть такое заболевание, как семейная гиперхолестериномия. Это одно из самых частых вообще наследственных заболеваний. Порядка от 2 до 5% вообще населения всего мира, не только Самарской губернии, не только Российской Федерации, а всего мира страдает таким заболеванием. Это нарушение липидного обмена, и у этих людей очень высокий уровень холестерина. Он больше, если говорить обычный холестерин, то он больше 7,5 мм на литр. И, соответственно, у этих людей лет на 10-15 раньше развивается ишемическая болезнь сердца, высокий риск инфаркта миокарда, инсульта, ну и других сердечных заболеваний. Соответственно, очень простая методология. Нужно просто регулярно проходить диспансеризацию. Вам будут определять уровень холестерина. Если этот уровень холестерина будет больше 7,5, то нужно задуматься и уже получить консультацию кардиолога с тем, чтобы определиться, есть или нет такое наследственное заболевание. Но вообще нужно сказать еще о том, что мы, я имею в виду люди, очень часто немножко неправильно оцениваем наследственность. Если у мамы гипертония, у папы гипертония, у бабушки гипертония, у меня тоже, наверное, это наследственность. Нет, это не наследственность. Это условия нашей жизни и, соответственно, наш образ жизни, который мы ведем. Мы все ведем неправильный образ жизни. Это болезни цивилизации, так называется. Никакой четкой наследственности нет. То есть, если вы переедете жить в другой, ну, скажем так, то, что мы говорили вначале. На острова. На острова у вас будет совершенно другой режим дня, физических нагрузок, психологических нагрузок, эмоциональных. И, соответственно, вы будете есть совершенно другую пищу, будете больше заниматься физкультурой, у вас будет абсолютно нормальное давление. На Волге, кстати, еще есть необитаемые. Можно уже подумать. Я думаю, после нашей передачи немного их останется. Вы начали говорить о новых методах лечения. И в связи с этим, конечно же, интересно, появляется ли как много новое оборудование, которое позволяет делать такие вещи. Ну, есть программа модернизации здравоохранения. И, соответственно, по этой программе Министерство здравоохранения Самарской области и, соответственно, главные специалисты, они распределяют и помогают учреждениям получить новое оборудование взамен уже того, которое выходит из строя. Либо это вообще новое совершенно оборудование. Поэтому эта программа регулярная, на регулярной основе. То есть, мы стараемся все-таки, чтобы более-менее современное оборудование было в наших больницах. Ну, что ты в последнее время не видела? Я в информационном поле, чтобы вы с гордостью заявили, что что-то такое у вас появилось. Ну, мы далеко не всегда. Есть время, да. То есть, допустим, есть в нашем липидном центре, например, мы получили в этом году специальный аппарат, который определяет жесткость артериальной стенки. Да, это для пациентов с гипертонией, с нарушениями липидного обмена. Сейчас мы ожидаем поставки новых эхокардиографов, то есть ультразвуковых аппаратов для диагностики различных сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый год мы получили систему оптической когерентной томографии и внутрикоронарного ультразвука. То есть, это специальная система, которая позволяет вводить в сосуды сердца специальные маленькие, очень маленькие, несколько миллиметров датчики и смотреть вообще сосудистую стенку. Не просто, мы можем сейчас увидеть саму пляшку, какой она протяженности, как она выстроена, ее геометрию. Какой-то сюжет из фантастических фильмов. Ну, на самом деле, когда это все видишь, то это, да, очень такое интересное. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я много ем сладкого. Очень много. Но сладкого у меня в норме. А вот холестерин почти 9. А я ведь я вегетарианка. Неужели это сладкого? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот так. Ну, это вопрос из серии... Я знаю одного дедушку. Он пил, курил, дожил до 90 лет. А у меня есть к вам такой вопрос. Да, да, да. Конечно же, в любом случае, потребление большого количества углеводов – это не есть правильно. То есть человек, конечно же, должен ограничивать. Нет сахарного диабета – ну, наверное, хорошая наследственность в этом плане. Но, опять же, как это проверять? Поэтому с этой стороны мне сложно что-то комментировать. А вот 9 уровень холестерина – это очень много. Это чрезвычайно много. Холестерин у нас поступает из двух, скажем так, источников. Тот, который мы потребляем с пищей, и тот, который вырабатывается в нашем организме. Холестерин – это обязательный компонент, который присутствует при строительстве любой клетки. Соответственно, он нам нужен. Но в таком количестве он, конечно же, нам не нужен. Поэтому человеку, у которого уровень холестерина – 9, обязательно нужно обследоваться, посмотреть, нет ли. Есть, так называемые, вторичные причины. То есть есть целый ряд заболеваний, которые сопровождаются повышением уровня холестерина. Это не истинный холестерин, вот, в том плане, который вызывает ишемическую болезнь сердца. Поэтому нужно понять, это первичные, либо вторичные повышения холестерина. Ну, и, соответственно, дальше уже вырабатывают тактику. Куда отправиться срочно? К какому доктору? Ну, если есть такой высокий уровень холестерин, то надо взять направление в наш липидный центр и в любой момент мы, по сути, сделаем. Взять направление у терапевта, правильно? Да, у терапевта, у кардиолога поликлиники, у участкового врача. Да, у нас еще вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Доктор, я очень рада, что я у вас рада была на обследовании, очень была поражена вашим отношением к доктору, вы имеете с трех пациентам. Смысл вот в чем. У меня постоянно идет пульс 90. Редкий раз, когда бывает очень маленький. Кардиолог мне сказал, что надо уезжающий пульс принимать лекарства. Ну, это сердце или просто эмоционально, или считай, считай, как мне нормально. Нужно мне, мне, принимать лекарства, которые уезжающий пульс. Она опять нагрузка на сердце, и это лишний раз вредно для здоровья. Как мне бы. Спасибо заранее. Спасибо за вопрос. Спасибо, да, за вопрос. Лечить по телефону, по консультации, тем более через телевизор, это, конечно, дело неблагодарное, потому что... Были желающие. Да. Ну, сейчас телемедицинские технологии действительно развиваются. Кстати, к вопросу о том, что нового. Только лишь за последние два месяца в кардиоспансере мы провели более 400 телемедицинских консультаций. А сейчас об этом посмотрим сюжет. А что посоветуем нашей зрительнице? Чтобы мне дать правильную рекомендацию, мне нужно понимать, за счет чего у человека такая частота пульса. Это может быть связано с огромным количеством причин. Женщина назвала уже, соответственно, щитовидное железо. У нас в версии данных. То есть проверка была ее. Вес человека очень серьезно влияет на частоту сердечного сокращения. Целый ряд других заболеваний, которые могут приводить к повышению частоты сердечного сокращения. Но в любом случае, 90, конечно же, постоянно это ненормально. То есть в любом случае нужно пойти к доктору. Так, еще звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, я не сначала смотрю вашу передачу. Отчество, не знаю, Дмитрия. Дмитрий Викторович. Дмитрий Викторович, вопрос. Вот у мужа в анамнезе инфаркт. 17-й год с задней стенки обширный. Спасибо, спасли большое. И в 20-м еще один стенд поставили. То есть сначала была коронарография, потом еще одно стендирование. Сколько вообще возможно человеку стенд поставить и надо ли как часто делать коронарографию? Спасибо. Хороший вопрос. Коронарография – это методика небезопасная в любом случае. Она непростая. Несмотря на то, что их делается практически 7-8-10 тысяч в год коронарографии. Ну, как и любая методика, она несет определенные риски. Поэтому делать ее нужно только при наличии противопоказаний. Показания определяет врач. То есть если нет никаких жалоб, если нет отрицательных результатов нагрузочных тестов, нет клиники стенокардии, то делать ее, конечно же, просто так, рутинно не нужно. А какое количество стентирования можно сделать? Ну, конечно же, это конечное количество. Но есть люди, которым делаются и 3, и 4, и 5. И дальше появляются возможности новых методик. Поэтому вот сколько у кого предстоит, это, конечно же, нельзя сказать. Видимо, есть какие-то опасения, наверное, со здоровьем что-то не в порядке. Смотрим сюжет. Вы уже начали говорить про телемедицину. Давайте сходим к вам на экскурсию. На данный момент какая у пациента сатурация? Чистота, сердечное сокращение, температура. Очередной звонок врачу-кардиологу Ксении Балькиной поступил от пациента, который остро нуждается в кардиостимуляторе. Мужчине назначили плановую операцию, но внезапно состояние здоровья ухудшилось. После серии обмороков пациент пришел к лечащему врачу, который после обследования обратился за консультацией в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Самарского областного кардиологического диспансера. Врач созванивается со специалистом в Центр и, соответственно, представляет пациенту, представляет проблему, вместе находятся пути решения. Если специалисту Центра необходима помощь какого-то другого специалиста-кардиодиспансера, неважно, кто, какого уровня, то вызывается консультант уже и, соответственно, совместно находятся решения. Центр появился в регионе в июне в рамках национального проекта здравоохранения с целью оказания помощи врачам-кардиологам, бригадам скорой помощи, а также медикам районных и городских больниц, включая ковидные. С 19 июля он заработал в круглосуточном режиме. С момента официального открытия Центра помощь получили более тысячи жителей региона. Сейчас все сосудистые заболевания осложняют течение ковида, и поэтому очень часто ковидные госпитали обращаются к нам за медицинской помощью для того, чтобы совместно вести пациентов с инфекционными заболеваниями и с сосудистыми заболеваниями. Работу Центра обеспечивает команда ведущих самарских кардиологов. Число запросов от медицинских учреждений и ковидных госпиталей ежедневно растет. Центр управления сердечно-сосудистыми рисками координирует и маршрутизацию пациентов. Специалисты рекомендуют, куда направлять больного. Анализируют ситуацию в онлайн-режиме и выявляют текущие проблемы, информация о которых оперативно поступает в Министерство здравоохранения. Если вы пропустили начало программы, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. Есть еще время для того, чтобы позвонить и задать свои вопросы. Новое направление, скажем так, новое подразделение в вашей работе. Вот думаю, что многим казалось, что телемедицина, о которой мы, опять же, читали в произведениях фантастов, это когда ты заболел, позвонил доктору, на той стороне экрана доктор тебя полечил по телевизору. Вот как мы сейчас говорили. На самом деле, получается, это немножко не то, да? Нет, почему? Есть несколько видов консультации. Есть консультация врач-врач. Когда мы консультируем наших коллег, если у пациента возникает какое-то осложнение сердечно-сосудистого, как уже Ксения говорила в сюжете, допустим, в ковидном госпитале, либо он находится где-то в палате интенсивной терапии, в палате реанимации, там, центральной районной больницы, и мы совместно находим решение для данного конкретного человека, куда лучше забрать его к себе, туда отправить бригаду, что-то подсказать коллегам. А есть ситуации, когда мы консультируем и пациентов. То есть это другое уже, это консультация врач-пациент, и мы также вот сейчас уже начинаем и вот эти консультации. То есть те пациенты, которые выписываются из кардиодиспансера, мы можем их консультировать. Но есть определенные нюансы законодательства, поэтому мы их обязаны соблюдать. Это пока не широко идет, но уже в таком тестовом режиме мы проводили такие консультации. Но на самом деле, если дать возможность каждому желающему звонить в любое время, то, наверное, здесь будут свои сложности. Здесь не будет никогда такой ситуации, когда каждый желающий будет звонить, проконсультироваться. Есть определенные рамки, которые очерчены законом. То есть, во-первых, врач, который проводит эту консультацию пациенту, он должен знать этого пациента, он должен его очно сначала видеть, лечить, понимать, о чем идет речь. А просто вот ситуация, позвонить по телефону, что-то обсудить, это уже немножко другое. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Дон. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. В этом году феврале месяца мне поставили стенд второй. Он плавающий был, вот, рыхлый, но мне сделали. 3,5 сантиметра подставили стенд. Вот назначили плавец. Мне назначили год на пить. Вот я полгода пробил, и мне появились побочные действия. На диарею выпечили, 2-3 часа у меня диарея наступает. Что мне делать? Как мне? Или мне брось пить, или мне, значит, и подожрать. Как-то это все. Мы поняли вопрос, спасибо. В любом случае, здесь нужно обязательно подойти к доктору, либо к лечащему доктору в поликлинике. Если коллеги не разберутся в поликлинике, они направят к нам. Или как раз вот можно сделать будет, ну, мы не знаем, откуда пациент, можно сделать, чтобы не ездить в диспансер. Потому что все выписки у нас есть, они все хранятся, мы знаем пациентов. И, соответственно, тот лечащий доктор, который был, допустим, в диспансере, он может проконсультировать либо коллег, либо уже пациента. Сейчас уже доктор говорил о сюжете, что в связи с коронавирусом также опять прибавилось ваших пациентов, поскольку крайне неблагоприятное влияние именно на сердце. А как с точки зрения кардиолога вы вообще бы оценили ситуацию с коронавирусом? Опять-таки, читая одно из ваших интервью, я увидела, что вы его назвали не инфекционным, а сердечно-сосудистым заболеванием. И что вызвало, в общем-то, шквал негодования читателей? Это же, конечно, это инфекционное заболевание здесь. Никто не собирается отбирать хлеб у инфекционистов. Хотя, я думаю, они бы с удовольствием его ободрали сейчас. Конечно. Раздали без остатка. И сказали, раз кардиологически, пускай кардиологией занимаются. Но в каждой шутке есть доля шутки. Потому что вирус, он тропин к сосудистой стенке. И неважно какая, артериальная или венозная сосудистая стенка. Вирус тропин к кардиомиоцитам, к клеткам миокарда. Вирус тропин к клеткам нервной системы, которые окружают наше сердце. И может вызывать нарушение сердечного ритма в том числе. Поэтому, по сути дела, вот осложнение вот этой инфекции, огромное количество сердечно-сосудистых заболеваний. И это может быть и инфаркты, и инсульты, и тромбозы глубоких вен, и тромбоэмболии легочной артерии. То есть, может быть, даже у одного и того же пациента одновременно в период болезни ковидом и чуть-чуть после нее возникать и, допустим, инфаркт миокарда, и тромбозы глубоких вен, проводящие к тромбоэмболии легочной артерии. То есть, что мы раньше видели крайне-крайне редко, а с этим заболеванием гораздо чаще. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я хочу задать вопрос доктору. Да, пожалуйста, только чуть-чуть подальше от телевизора, пожалуйста. Подальше от телевизора? Угу. А ты уже пишешь от телевизора? Ну, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Вот, я хочу задать вопрос доктору. Вот мне полтора года назад сделали операцию по замене остального клапана сердечной мышцы. Может ли мне в таком случае делать телевизор? Спасибо огромное за вопрос. У меня к вам встречный вопрос. А почему вы ее до сих пор не сделали? Ваше состояние, то есть, любой вообще пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это пациент группы риска по развитию, по заболеванию COVID-19 и, соответственно, по развитию наиболее худших осложнений. Поэтому у нас нет ни одного противопоказания для вакцинации с точки зрения сердечно-сосудистой системы, как, в принципе, и большинство других систем и других болезней. Ни эндокринологические, ни пульмонологические заболевания не являются противопоказанием. Чем больше у человека болезни, тем необходимо прививаться как можно раньше. Противопоказаниями для прививки являются только лишь аллергические реакции на какие-то компоненты вакцины или наличие в предыдущей жизни человека реакций во время вакцинации, неважно какой, анафилактический шок, отек квинки, что-то подобное. Все остальное, а тем более сердечно-сосудистые заболевания, обязательно нужно прививаться. Поэтому, пожалуйста, идите и сделайте прививку. Дмитрий Викторович, очень боимся мы все ковида, и при этом знаем множество людей, заболевания, у которых протекает не очень остро, прибегают к самолечению. То есть сейчас есть схемы, люди передают друг друга, покупают лекарства и лечатся. Что вы об этом думаете? И вообще как-то это связано с работой сердца. Всегда был противником самолечения, и противником не только самолечения, а когда люди получают какие-то советы в аптеке от фармацевтического работника, который не знает ваше заболевание совершенно. И те рекомендации, которые даются, возьмите этот препарат, попейте, возьмите этот препарат. Так нельзя лечить себя, соответственно, и лечить других. Нельзя. Поэтому однозначно, конечно же, пациенты должны принимать лекарственные препараты, которые им предписывает врач. И менять любую терапию, отменять один препарат, назначать другой препарат, может только врач, который знает ваше состояние. Если пациент, предположим, не госпитализируется, к нему приходит доктор лечить коронавирус, необходимо же сказать, что имеется сердечный сосуд, корректируется ли в связи с этим схема лечения? Ну, в любом случае, лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, они остаются. Если есть необходимость, врач поменяет вам какой-то препарат один на другой. Но в целом, базовое вот это лечение, оно должно быть. А скажите, является ли вообще проблемой для вас приверженность лечению? Опять же, знаю людей, которые, почувствовав улучшение, в общем, перестают принимать препараты, назначенные доктором, и говорят, и через какое-то время говорят, что зачем обращаться, все равно ничего не помогает. Ну, проблема приверженности – это самая большая проблема вообще современного здравоохранения. И не только нашего, не только российского пациента не пьют столько, сколько нужно. У нас есть определенные препараты, которые мы рекомендуем на определенный промежуток времени. Не больше, не меньше. Вот пациент, который звонил недавно, как раз сказал, что один из лекарственных препаратов мы назначили на год. 10 секунд, Дмитрий Викторович. То есть, соответственно, конечно же, препараты пациент должен принимать сердечно-сосудистые. Да, и это проблема. Я благодарю нашего доктора за участие в программе. Со зрителями мы увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин